Вам приносит деньги недвижимость, которая есть. Что еще? На чем вы еще зарабатываете? Ну, сейчас криптовалюта немного. Расскажите вот об этом. Какое вы имеете к этому отношение? Никакого отношения. Это как появляется... Я предсказывал все время, что должны появиться новые деньги. Но я предполагал, что новые деньги появятся опять с кредитования ипотеки, как тогда были эти деньги. А оказались они не с той даже стороны, с которой я ожидал. То есть они появились уже в 2009 году, и я этого не понимал, но продолжал предсказывать. А вот когда я понял, что такое криптовалюта и что такое биткоин, то я в него сильно поверил. Текущее падение сейчас сильно просел. Что думаете по этому поводу? Я биткоин купил за 12,900, как новичок. 12,990. Он был и 17, а сейчас он там... Не продали, нет? Нет, боже упаси. Я понимаю, что это долгосрочная игра. Я немножко разобрался, почитал всю, пересмотрел всю литературу. На отдыхе я не вылазил из всех ютубов. Прочитал книгу про биткоины. В общем, я все это начитался, сколько он становился. И я сильно поверил в собу систему. В мощность системы. Я не думаю, что кому-то удастся обрушить. Рынок будет расти. Я присоединяюсь к тем, кто говорит, что биткоин, наверное, будет и 100 тысяч, и 500, а, возможно, и миллион. Во всяком случае, его емкость, ну, как математик заложил этот сатоши мифический, он заложил один сатоши до седьмого знака. Поэтому я предполагаю, что если один сатоши будет равен одному центу, то это будет один миллион биткоин стоить. И емкость его бесконечна. Кто разбирается в математике, то внутри он бесконечен. Поэтому вот эта математика, она впечатляет. И протокол этот. И я верю просто в биткоин. А сейчас же есть еще, кроме долгосрочных инвестиций, люди ставят фермы, майнинг, перепродают просто оборудование. Три поколения развителей биткоина. В всяком случае, об этом пишутся криптомиллиарды в книге. Что первое поколение это майнили. Очень много майнили, и они как раз начинали это. Следующее поколение это были спекулянты. То есть те люди, которые спекулируют. И они сейчас тоже очень неплохо работают на биткоине. И уже появилось третье поколение развития криптовалютчиков. Это те, которые насаживают бизнес через биткоины, через криптовалюту. Через эти токены можно продавать бизнесы. То есть практически неконтролируемо от государства, от органов. Выходить с предложением и получать деньги. И это новые деньги. То есть мы когда видим большой объем приток денег, я даже назвал это, из этого надо статью будет написать, что криптовалюта это валюта отчаяния. Потому что в криптовалюту побежали те, которым нечего терять. Либо техтори, которые понимают в этих программных людей, умеют пользоваться только компьютером. Либо люди, которые разорились, им терять уже нечего. И поэтому они смело идут туда. А кто не побежал, не побежали особо банкиры, не побежали со старым капиталом, владельцы крупной недвижимости. И получается, что одни капиталы очень динамично развиваются, а эти капиталы как бы стоят на месте. И судя по всему будет происходить перераспределение в сторону тех, кто с быстрыми деньгами. То есть мы увидим интересных миллионеров, а уже их видим, и возможно миллиардеров, которые ничего в жизни не могут, ничего не делали, торговали биткоинами. Да, да. Или майнили когда-то. А тратить они будут очень интересным способом. Они будут смело финансировать какие-то стартапы, то, что сейчас и происходит. Второе, они будут чудные вещи покупать в разных частях мира. Потому что деньги вдруг начнут перераспределяться от супербогатых структур в самые отсталые страны посредством вот этой цифровой связи.